Здравствуйте! В эфире передача «Наш город» в студии Константин Перевозчиков. Сегодня расскажем о том, как развивались события, что они нам сулят и, конечно же, чем запомнилась эта неделя. А неделя эта выдалась долгой. За все хорошее надо платить. Поэтому ради длинных выходных россиянам пришлось пожертвовать субботой, которая началась с непривычного в этот день звона будильника, громко возвещающего о начале шестого подряд рабочего дня. Тяжеловато, конечно, но, на мой взгляд, это того стоило. Ведь впереди нас ждут целых четыре выходных дня. Итак, рабочая неделя закончилась, а значит, самое время подводить итоги. Прошедшие шесть дней выдались богатыми на события. Мы на канале 16 успели запустить новый проект. Саровские байкеры открыли очередной мотосезон, а в городском парке вот-вот запустят долгожданные аттракционы. Обо всем этом и не только мы обязательно расскажем, но чуть позже. А начнем наш сегодняшний марафон с подготовки к самому народному празднику, который совсем скоро, уже в 73-й раз, отметит вся наша необъятная страна. Конечно же, я говорю о Дне Победы. До него остается еще полторы недели, но уже сейчас, в знак памяти о подвиге предков, россияне начинают крепить на одежду и автомобиле символ огня и дыма страшной войны, через которую пришлось пойти поколению наших бабушек и дедушек. Ребята из Центра внешкольной работы совместно с Общественным движением «Волонтеры Победы» ежегодно проводят эту акцию. В преддверии 9 мая они выходят на улицы города и раздают прохожим георгиевские ленты. Но Даша Гаврилова принимает в ней участие впервые. Девочка даже подготовила для вручения лент специальную речь. Если вы знаете, какой ценой нам досталась эта победа, если вы гордитесь своей страной, то сделайте георгиевскую ленточку символом своей памяти. Анастасия принимает участие в акции уже не первый год. К празднованию Дня Победы девушка относится с особым трепетом. Даже знает историю появления георгиевской ленты. Георгиевская ленточка ведет свою историю от ленты к солдатскому ордену святого Георгия Победоносца. Она имеет два цвета – черный и оранжевый, обозначающий дым и пламя. Является символом доблести и славы. Георгиевская лента – это не аксессуары. Носить ее нужно правильно. Волонтеры советуют завязывать ленту тремя способами – петелькой, крест-накрест или бантом. Также существуют определенные правила и стандарты, куда можно прикреплять георгиевскую ленту. Их всего три. Ее можно прикрепить на лацко надежды, на сумку или рюкзак или на антенну автомобиля. Прикреплять ее на велосипеды, на коляске категорически запрещается. В этом году активисты раздадут более 7 тысяч лент. Акция «Георгиевская лента» пройдет 5, 6, 7 и 8 мая с 17 часов около здания Клуба здоровья и Ледового дворца. А 9 мая «Гаража» ждет насыщенная праздничная программа. С 9 утра на площади Ленина пройдет парад, торжественный митинг, шествие бессмертного полка. В парке Зернова развлекательная программа начнется в 14 часов. А в 22.30 на мосту по улице «Строитель Захарова» всех ждет праздничный фейерверк. Мария Ирунечка, Статин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей, Саров-24. Вы, наверное, сейчас подумали, что рассказывая о той программе, которую для саровчан подготовили ко Дню Победы, мы упустили один очень важный элемент. Но нет, мы ничего не утаивали. Так полюбившийся горожанам исторической реконструкции в этом году, к сожалению, не будет. О том, почему было принято такое решение, нам рассказал один из организаторов военно-исторического общества 1945-й Александр Крупин. Александр, мы встречаемся с вами в преддверии Дня Победы. И недавно я, можно сказать, с прискорбием узнал, что в этом году не будет военно-исторической реконструкции так полюбившейся саровчанам. У вас какой-то кризис идей? Или вы решили немного повременить? Или готовите что-то другое? Ну, дело в том, что мы проводили реконструкции, начиная с 2010 года в городе Сарове. А также наш клуб выезжает на различные мероприятия в России, где мы также учимся, приносим новые идеи. А отсутствие реконструкции в этом году связано с тем, что в прошлом году мы как бы выложились, мы показали топ. На прошлой майске мы провели самую лучшую реконструкцию, которую мы смогли придумать и провести именно в городе Сарове. Она проходила в парке, был вырыт огромный создан городок, было проведено много очень работ земляных, вырыты там траншеи различные, создан целый укрепрайон. И было приглашено почти 100 человек участников из других городов, из Москвы и Казани, Нижнего Новгорода и окрестных других более мелких городов. И эти люди все приехали, и в итоге мы создали такое вот интересное зрелище. Несмотря на то, что в прошлом году была не очень погода такая, но по всем отзывам и участников, и зрителей, это было самое лучшее мероприятие из проведенных в Сарове, начиная с 2010 года. Поэтому в этом году решили сделать небольшую паузу. Это связано с тем, что, во-первых, День Победы в виде недели у нас получается, а подготовка требует как минимум недели работы усиленной, это всех участников. И также не только непосредственно нашего клуба, но и городских служб. И, к сожалению, в этом году мы просто не можем это сделать в силу таких обстоятельств. Объективных. Объективных, да. Это связано с чемпионатом мира, это связано с нашими утренними делами. Поэтому решили эту реконструкцию перенести на следующий год. Но мы надеемся, что в следующем году мы еще лучше сделаем, еще интереснее. Ну, чтобы не снижать планку, не делать для галочки, а бы как просто, чтобы было. Да, совершенно верно. Чтобы не снижать уровень. В последние годы наш город переживает самый настоящий строительный бум. Так стремительно, по крайней мере, на моей памяти, Саров не менял свой облик никогда. Новый мост через реку Сатис. Дополнительные полосы, которыми наконец-то обзавелась улица Академика Харитона. Новые кварталы, которые хоть и существуют пока только на карте, но вот-вот начнут активно строиться. Все это свидетельство того, что наш город не просто живет, а активно развивается. Но, как это часто бывает в эпоху перемен, существует и обратная сторона медали. Ради новой застройки всегда приходится чем-то жертвовать. И в случае с нашим городом – это лес. Для строительства микрорайонов 1А и 1Б на восточном направлении планируют вырубить более 100 гектаров зеленых насаждений. Обеспокоенные судьбой родного леса Саровчения обсудили этот вопрос на собрании, куда пригласили и нашу съемочную группу. Зимой на лыжах, летом на велосипеде или просто погулять с детьми в лесу, который находится рядом с домом. Жителям близлежащих домов сложно переоценить значение лесного массива не только для себя, но и для всех горожан. А в связи с комплексной застройкой этого района предполагается вырубить больше 100 гектаров леса, который к тому же является частью природного памятника «Ближняя и дальняя пустынка». 110 гектаров планируется вырубить. Сначала полгектара под детскую поликлинику, полгектара, а потом 110 гектаров. Понимаете, это квадрат километр на километр. Вот отсюда до памятника Серафиму Саровскому полтора километра всего. Вы представляете, весь этот массив будет уничтожен. Мы не против строительства детской поликлиники, мы за спасение Серафимовского леса. Другим аргументом в пользу сохранения леса и переноса строительства стало расположение в лесу новой водозаборной скважины, который имеет санитарные охранные зоны. А комплексная застройка микрорайона нарушает границы водозабора. А что такое наползание на водозабор? Это нарушение уникального химического состава нашей питьевой воды. Истоки, которые будут от строительства, от продуктов жизнедеятельности человека, конечно же, нарушат эту чистую воду. То есть это тоже одна из весомых причин, которая просто не позволяет вырубать лес. К тому же, в соответствии с региональными нормативами по проведению строительства и эксплуатации зданий и сооружений, территория Сарова относится к стопроцентной закарстовой территории. То есть в земле есть залежи растворимых пород, таких как известняк и доломит. И при вымывании их водами, возможно, провалы грунта. Он защищает нашу территорию от карстовых провалов, потому что корни деревьев укрепляют грунт и не дают дождям и потокам притаяния снегов размывать песочную структуру почвы. Призываю вас всех прийти в пятницу. Если в этот зал войдет 300 человек, мы займем все сидения, еще мужики встанут в проходах, то, уверяю вас, никто никогда не скажет, что, если мы скажем решительное нет, никакой протокол, поддержку 1А, 1Б, никто не подпишет. Очередные публичные слушания по комплексной застройке микрорайона 1А и 1Б пройдут в актом зале администрации 27 апреля в 17.00. Елена Грискова, Владимир Лисик, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. В пятницу в городской администрации прошли публичные слушания, посвященные застройке новых территорий. О том, удалось ли саровчанам и представителям власти прийти к какому-то компромиссу, мы расскажем в ближайшем выпуске новостей на следующей неделе. О теории эволюции английского натуралиста Чарльза Дарвина каждый человек узнает еще в школьные годы. Механизм естественного отбора, который оставляет место под солнцем только для самых сильных и приспособленных, неумолим. И действует он, как выяснилось, не только для представителей животного мира. Ровно год назад продуктовый магазин «Звездный», не выдержав конкуренции со своим более крупным и сильным собратом, закрыл свои двери. Как ни парадоксально, пустующее здание лишило жителей близлежащих домов не только возможности выбора, где купить необходимые продукты, но и покоя. С вопросами, кто должен следить за состоянием помещения и когда объект обретет нового хозяина, бдительные горожане обратились в нашу рубрику «Городской дозор». Посреди улицы Некрасова появился неопознанный предмет. Подойдя ближе, понимаешь, что это стол, на котором когда-то упаковывали продукты покупатели магазина «Звездный». Сегодня от популярного когда-то продуктового супермаркета осталось одно название. «Безобразие. Закрыли, по-моему, уже год назад, и здание стоит. Это никем не обслуживается». Удобный был магазин всегда был. Мало было народу, в отличие от Плаза, Спара. Всегда можно было зайти с детьми, купить шоколадку. Поэтому жалко, что его не стало. Стали машину оставлять, просто сюда заезжать, и это превратилось в бесплатную автостоянку. Что тоже как-то не очень для детей хорошо. Произведения начинающих или, скорее, не удавшихся уличных художников, осколки витрин на парапете и полузаброшенная прилегающая территория – все это создает не самую живописную картину в центре Большого спального района. «Город наш грязный, не убирается, власти нету». «Раньше это как-то лучше было, когда работал. Сейчас как бы в упадок все приходит». Объявления на двери гласят, что магазин не работает с 24 апреля прошлого года. И, по словам жителей соседних домов, бывший «Звездный» практически сразу стал излюбленным местом скопления компаний подростков. Они-то и нанесли урон зданию. «Я уже звонила в полицию дважды. Здесь молодежь собирается, устраивает здесь такие. Вот там все двери раскрыли, они были закрыты. По крыше вот там бегают, и поэтому ящику стучат, пьют посуду». Помещение магазина находится в собственности муниципалитета. Объект выставлен на торги. Ранее его арендовало обеспечение в НИЭФ. Но договор был расторгнут, а здание передано в казну. Пока помещение не обрело нового хозяина, за ним должна присматривать МУП «Товарная база». У нас заключен в настоящее время договор безвозмездного пользования СМУП «Товарная база». Согласно условия договора, все эти вещи прописаны. Они должны обеспечивать сохранность, уборку и присмотр за данным зданием. По словам директора товарной базы Сергея Поздяева, для контроля за состоянием здания на территорию «Звездного» несколько раз в неделю выезжают специалисты. Закрепить за объектом сторожа или охранника невозможно. Там просто-напросто нет отопления. Поэтому обеспокоенным жителям района приходится прибегать к помощи полицейских. Судьба «Звездного» решится на аукционе 28 мая. Стартовая цена лота – 26 миллионов 850 тысяч рублей. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. В городском парке вот-вот начнут работать аттракционы. В преддверии этого долгожданного события будет не лишним вспомнить о безопасности. Тем более в этом месяце вступил в силу новый технический регламент Евразес, который устанавливает новые требования к колесам обозрения, катапультам, качелям и другим устройствам, при одном виде которых у детей, чего уж там их родителей, загораются глаза. О том, насколько наш городской парк аттракционов соответствует новым требованиям, расскажем в следующем репортаже. Новый техрегламент вступает в полную силу только с 1 октября 2018 года. До этого момента всем владельцам аттракционов, которым, кстати, теперь причисляют и малые архитектурные формы во дворах и парках, дано время на переоборудование мест отдыха детей и взрослых. До открытия летнего сезона в парке Зернова, где сконцентрированы все аттракционы в Сарове, остались считанные дни. Парк уже прошел аттестацию всех аттракционов. Хочется отметить, что данная аттестация по аттракционам проходит ежегодно. Это обязательное требование, которое разрешает эксплуатировать механическую технику, которая оказывает услуги населению. И если с каруселями все понятно, они готовы принимать посетителей, то детскую площадку с песочницами, качелями и горками ждут большие изменения. Площадка с мафами на территории парка Зернова любима не только детьми, но и взрослыми. И уже в этом году вот вся эта территория будет приведена не только в соответствии с техническим регламентом, но и получит совершенно новый, неповторимый, уникальный вид. Старые мафы в течение летнего сезона будут демонтированы, а на их месте появится современный и комфортный комплекс. В местах, предусмотренных техникой безопасности, положат специальное покрытие. По словам специалистов Центра развития культуры и искусства, можно также ожидать, что появятся даже уличные музыкальные инструменты. За состоянием нынешних сооружений контроль и внимание такое же пристальное, как и за соседним аттракционом «Ветерок». Они проходят визуальную проверку, проверку техническую службами, инженерно-техническими внутренними службами Центра развития культуры и искусства. Заработает парк уже 29 апреля и, по словам специалистов, учреждение готово к приему гостей. Прокатиться можно будет на всех аттракционах, кроме водного. Погода пока не позволяет. Кирилл Васенин, Константин Островский, Владимир Лисик. Служба новостей «Саров-24». Увиденный на дороге мотоциклист в косухе с логотипом оставил вас в недоумении? Все правильно, это байкер. Самый настоящий саровский байкер. Хотя чему тут удивляться? Некоторые люди могут надышаться только ветром, и однажды, оседлав мотоцикл, уже никогда не забудут того пьянящего чувства свободы, которое дает дорога. Несмотря на массу предрассудков, это абсолютно безобидные ребята. В истории байкерского движения действительно была эпоха, когда люди на чоперах сбивались в бандитские стаи, приводя в ужас тех, кому волей и судеб приходилось встречаться с ними на дороге. Однако все это стало в далеком прошлом, да и то не нашим, а американском. Современные байкеры – это такие же члены общества, как и все мы. У них есть дом, семья, работа, также увлечения, о котором они могут захлеб рассказывать часами. И на этой неделе они открыли новый мотосезон. Все мотоциклы заранее осмотрены, нужные детали заменены, корпуса начищены. Железные кони готовы к старту долгожданного сезона. Для байкеров в теплые месяцы года – самое любимое время. Снег стаял, асфальт обнажился, и выкатились люди, кто желает отдать свое, посвятить лето железному коню. И кому это нравится. Сезон здесь не очень большой, поэтому не упускают каждую минуту. Впервые на открытии мотосезона Павел Жиганов попал два года назад в качестве бармена. И пока молодой человек варил кофе для участников гонки, он успел увлечься байк-культурой. Уже на следующий год он пополнил ряды мотоциклистов. Познакомились, подружились. Я загорелся мототемой, и уже зимой поехал, купил свой мотоцикл. И вот уже второй сезон, собственно, открываю на мотоцикле. Ощущение свободы, состояние полета и прилив адреналина – вот за что Павел любит поездки на мотоциклах. Для него, как и для большинства байкеров, его увлечение – это лучший способ перезагрузки. Это просто кайф. Ты просто едешь, и вот ветер тебя обдувает. И в голове вот с этим ветром вместе мысли так же. Вот они приходят, уходят. Ты ловишь какую-то волну, такой драйв. Брутальные байки, лёгкие гоночные мотоциклы и даже квадроциклы. На открытие сезона съехалось более 25 любителей прокатиться с ветерком. При этом байкеры подчеркнули – гонять по улицам Сарова они не собираются. И в черте города будут соблюдать скоростной режим. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. Зародившийся на далёких берегах американского континента воркаут в считанные десятилетия покорил весь мир. Здоровое и крепкое тело без денежных затрат. Под таким девизом сотни тысяч ребят по всему миру раз за разом идут к уличным турникам, чтобы доказать всем окружающим, но в первую очередь, конечно же, себе, что воля и желание способны творить чудеса. Недаром один из главных принципов воркаута гласит – никогда не останавливайся на достигнутом. Своя, пусть и небольшая, ячейка любителей уличных тренировок есть и в нашем городе. И по примеру байкеров они тоже открыли свой сезон. О том, как и где в Сарве можно бесплатно подтянуть физическую форму, расскажем в следующем репортаже. Зародившийся на дворовых площадках этот вид спорта так и остался уличным. Чтобы заниматься воркаутом, сразу следует забыть о комфортном помещении спортивного зала. Проходят уличные тренировки не под чутким руководством тренера, а в окружении друзей или товарищей, которых объединяет одно стремление – заниматься спортом на свежем воздухе. В нашем городе найти единомышленников для тренировок можно в объединении воркаут-тимсаров. У меня недавно пришла хорошая идея. А что, если попробовать организовать команду? Так сказать, некий сбор. Ну, естественно, в начале этой недели я пришел на турники, увидел, какие-то ребят-новенькие начали заниматься. Я им предложил объединиться. Чтобы заниматься спортом и получать хорошие результаты, не обязательно ходить в спортзал. И это доказывает воркаут. Заниматься могут все желающие, у кого нет проблем со здоровьем. Чтобы не допустить несчастных случаев, тренировки проходят по определенной схеме. Приходим, делаем какую-то базу, то есть подтягивания, отжимания, бег, пресс, а дальше по элементам. Объединение воркаут-тимсаров существует не так давно, но ребята активно продвигают этот спорт в нашем городе. Тренировки стараются проводить систематически, но все равно сталкиваются с определенными трудностями. Нам охота в свой зал на зиму, потому что за всю зиму мы почти не тренировались. 1 мая воркаут в России отметит свой первый юбилей. В честь десятилетия во многих городах страны пройдут спортивные мероприятия. Саров не станет исключением. В этот день все желающих попробовать свои силы в воркауте приглашают на спортивную площадку жилого комплекса «Саровская ривьера» в районе пойма Рекисатис. Мария Рунч, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. И еще о спорте. Кто бы мог подумать, но Саровская школа акробатики – одна из самых сильных в стране. И год от года наши земляки Михаил Заломин и Александр Одинцов подтверждают высокий статус саровских гимнастов. В их копилках нет разве что олимпийского золота. Но это в силу объективных причин. Дело в том, что прыжки на двойном мини-трэмпе пока не входят в Олимпийские игры. Их заменяют всемирные игры, на которых наши земляки совсем недавно с блеском выступили. Ребята, о которых мы расскажем в следующем сюжете, пока только пробуют свои силы в одном из самых красивых видов спорта. Недавно они приняли участие в традиционных городских соревнованиях, где выявили лучших спортсменов, которые войдут в состав сборной города на крупных соревнованиях в новом сезоне. Тамара Давыдова в свои 14 лет уже кандидат в мастера спорта по прыжкам на акробатической дорожке и двойном мини-трэмпе. За 7 лет спортивный путь пройден немалый, но первая тренировка навсегда осталась в памяти девушки. Я тогда очень волновалась, и когда я пришла в зал, увидела, чем занимаются другие дети, поняла, что я так не могу, и испугалась, что у меня не получится. Все получилось. И на этих соревнованиях Тамара еще раз продемонстрировала готовность выступать не только на уровне города, но и брать более высокую планку. Ее коллега по спортивному цеху Ярослав Харитонов к выступлению на этих соревнованиях подошел серьезно. Чтобы отобраться на областные соревнования, необходимо показывать максимум, и даже травма не способна этому помешать. Тренировки вчера потянул ногу, но это мне не мешает выступать. Я думаю, я хорошо выступил. Уровень соревнований хоть и невысок, но, по мнению участников, позволяет оттачивать сложные элементы, поддерживать себя в спортивном тонусе. И, как подметили организаторы, городские соревнования – это отличный способ почувствовать волнение перед стартом и научиться с ним справляться. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Почти сто лет назад, если быть точным, 95, в Москве появилось общество «Динамо». Под эгидой этой организации многочисленные сотрудники органов госбезопасности и охраны правопорядка могли заниматься спортом. Более того, их к этому активно привлекали и агитировали. Ведь прекрасная физическая форма – это одно из самых главных требований к любому офицеру. Именно в обществе «Динамо» начали свой путь десятки заслуженных мастеров спорта, чемпионов Олимпийских игр мира, Европы и страны. Саровское соединение войск национальной гвардии присоединилось к празднованию юбилея Ленин Дарного спортивного общества и провело на стадионе «Икар» большой спортивный праздник. Спортивные кубки мокнут под весенним дождем и терпеливо ждут своих обладателей. Пасмурная погода и осадки точно не повлияют на боевой дух участников большого спортивного праздника. Войнаслужащие войск национальной гвардии стремятся всегда находиться в хорошей физической форме и в свободное от службы время отправляются на тренировки и в спортзалы. Спорт, я, конечно, за спорт всегда. Спорт – это наша жизнь, движение – это жизнь. Нужно двигаться, нужно совершенствоваться, нужно готовить к себе, к будущему. Ну и физические данные, они очень нужны нам для выполнения наших задач. Александр питает слабость командным видом спорта, любимые направления – баскетбол, а также силовые дисциплины и упражнения на выносливость. Что касается службы, то на плечах Александра лежит ответственная миссия. Он обеспечивает безопасность и пропускной режим на заводе «Авангард». Это очень большая ответственность, иметь государственные погоны на плечах, нести ответственность даже в период службы и даже в быту. Даже идти домой по форме – это великая честь, должна быть для каждого офицера. Соревнования военных, посвященные юбилею «Динамо», в очередной раз доказывают важную объединяющую силу спорта. Офицеры, прапорщики, сержанты, военнослужащие по призыву, вне зависимости от звания и количества звезд на погонах, сменили военную форму на спортивную и отправились за главными трофеями соревнований. Физическая подготовка и спорт, она занимает важную роль в подразделениях Росгвардии, способствует успешному выполнению служебно-боевых задач военнослужащими по предназначению. В целях популяризации спорта, здорового образа жизни военнослужащих, сплочения коллектива в целом. В спортивном многоборе приняло участие порядка 300 военнослужащих. Лучшие спортсмены команды определились в семи дисциплинах. Перетягивание каната, мини-футбол, баскетбол, гири, подтягивание, прыжки в длину и шведская эстафета. Дарья Цапорыгина, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. И в завершении небольшой, но громкий анонс. Канал «16» с гордостью представляет новый проект, работа над которым, скажу по секрету, началась еще несколько месяцев назад. Мои коллеги замахнулись на один из самых сложных и интересных жанров, который существует на современном телевидении – вечернее развлекательное шоу. По правде говоря, с самого начала я скептически относился к этой затее, считая, что на местном телеканале поднять проект такого уровня и удержать планку качества невозможно. Но воспользовавшись служебным положением и раньше обычных телезрителей, посмотрев первый выпуск, скажу честно, получилось отлично. Я очень надеюсь, что вы тоже найдете время уже в понедельник подключиться к соседскому Wi-Fi без регистрации и СМС. Ай да, переделаю. Вот такая вот яба. В ближайшие выходные пойду в лесок, себе коры дуба-то наскребу. Ну-ка, двинули, это мои 8 квадратных метров. Новый проект канала «16» – соседский Wi-Fi создан для тех, кто устал от скучных новостных лент и готов взглянуть на самые обсуждаемые события в стране и в городе совершенно другими глазами. В непринужденной беседе ведущие и гости программы обсудят злободневные темы. Это программа «Реакция». Реакция на события, которые происходят в нашем городе и рядом с ним, то есть в области, в стране и, может быть, даже в мире. В своих обсуждениях мы не претендуем на истину в последней инстанции. Мы не говорим, что мы правы, а кто-то не прав. Это всего лишь мнение. Мое мнение – мнение Кирилла и мнение нашего гостя. В программе «Соседский Wi-Fi» есть место дискуссиям и разумным спорам, шуткам и острым комментариям. Гостями студии станут официальные лица нашего города, политические и общественные деятели, представители культуры и искусства, которые донесут до зрителя свою точку зрения простым и доступным языком. В этой программе можно услышать то, чего ты никогда не услышишь в обычных новостях. То есть это, по большому счету, уже как новости, но только поданные под интересным соусом. Над созданием программы трудится творческий и слаженный тандем телевизионщиков, где на передовой по традиции ведущие, лаконичные умозаключения логика и неоспоримые факты от главного редактора канала «16» Лидии Шулаевой и острые ремарки и искрометный юмор от весельчака Кирилла Васенина. Кто-то должен быть умным, а кто-то красивым. Вот в нашем тандеме Лидия Валентина у нас – человек умный. Я, видимо, получаюсь красивый, потому что я мало чего понимаю, мне всегда что-то интересно узнать у нее, она мне что-то рассказывает. Но при этом я не прочь всегда что-нибудь высмеять, пошутить, сделать какую-то ремарочку свою вставить. Авторы программы подготовили для зрителей множество сюрпризов. Интересные рубрики, опросы жителей города и многое другое. Гость первого выпуска – заместитель председателя городской думы Антон Ульянов. Темы – маршруты общественного транспорта, проблемы выбора и депутатские доходы. Подключайтесь к соседскому Wi-Fi. 30 апреля в 8 вечера. А уже в пятницу на нашем канале в Ютубе можно будет посмотреть пилотный выпуск программы, гостем которой стал депутат городской думы Петр Смирнов. Это были главные новости этой недели. Смотрите наши передачи на официальном канале в Ютубе. Также мы есть во всех крупных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. Всего хорошего, удачных праздников, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова